Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие наши зрители! Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас на канале Россия-1. Сегодня наша программа будет посвящена нашим детям. О том, как правильно их воспитывать, поговорим с психологом, а также с одним из лучших преподавателей Крачева-Черкисии. Но обо всем после прогноза погоды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приходит ко мне недавно подруга и рассказывает. Ее сын, которому 12 лет, заявляет. Мама, ты должна до 18 лет делать все, что я захочу. Обязаны меня кормить, поить и выполнять все мои требования. Она говорит, почему ты так считаешь? Потому что я имею на это право. Вот что делать с нашими детьми? Согласитесь, что дети у нас, конечно, самые замечательные, самые умные, но проблем с ними немало. И лучше всего на вопросы, которые у нас возникают, ответит кто? Психолог. Так что отправляемся на консультацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Олеся. Вот такой вопрос. Дочке 9 лет, хорошо учится, безусловный лидер и в классе, и среди подруг. Обычно реагирует на наши просьбы адекватно. Но иногда упрется, как баран, с места не сдвинешь. Встанет, смотрит из-под глуби и говорит, не буду. Даже отцу дерзит, хотя он очень строгий человек. Честно говоря, в такие моменты прибить ее хочется. Как правильно вести себя в такой ситуации? Если пытаюсь силой с места сдвинуть, то как уже получается слезы и скандал. То есть получается, что любые насильственные действия вызывают у ребенка еще больше агрессию и отрицание. И здесь вопрос. Это было всегда или у ребенка это только появилось? Появилось где-то год назад. Смотрите, значит ребенок из стадии детскости начинает плавненько переходить в стадию взросления и подготовки к подростковому периоду. И вот здесь начинается ломка психики, перестройка нервной системы. И вот это упрямство для нас необоснованное у ребенка может провоцироваться глубинными изменениями перестройки биохимии организма. Если рассматривать человека как структуру физика, биохимия и только потом психика, то изменения биохимические внутри, а это гормональные изменения, это всевозможные блоки, которые у ребенка были, они начинают влиять на психику. И начинают появляться те тенденции, которые наставят в тупик. Но вот как в данном случае у ребенка появляется необоснованное упрямство, которое может быть спровоцировано гормональными изменениями, которые начинают свой оборот. И ребенок впадает в какой-то ступор. Вот в этот момент одного ребенка просто сказать, «Хорошо, я уйду, успокоюсь, ты успокоишься, потом поговорим». То есть отсрочить и дать возможность успокоиться и себе, и ребенку. А другому ребенку, возможно, в этот момент необходим какой-то тактильный контакт, необходимы добрые слова поддабривания, поддержки. То есть здесь вот еще идет индивидуальный взгляд на ребенка. И, конечно же, каждый родитель знает, что для его ребеночка в данный момент будет оптимальным, кроме силовых воздействий. И если у ребенка это появилось последний год, значит, я больше думаю о том, что здесь начало подросткового периода пошло. Да, рано, но сейчас и дети быстрее вступают именно в биохимическую взрослость, физическую, и психика не успевает за этим. Если раньше подростковые изменения биохимические и физические начинались после 12-13 лет, когда психика была более устойчива, то сейчас эти процессы начинаются раньше, психика неподготовленная, и вот такие сбои происходят. В общем, нужно успокоиться маме, выйти и отдохнуть самому из способов. Маме, папе, да. Папе чуть-чуть смирить свою гордыню, да. Понятно, что это папа, но тем не менее дать возможность ребенку успокоиться и потом уже спокойно поговорить, не требовать извинений, да. Но тем не менее поговорить. Вот такой вопрос. Сыну 11 лет. Иногда приходится по 100 раз одно и то же повторять. Заправь кровать, убери вещи, садись за уроки. Не реагирует, пока не накричишь. А кричать не хочется. Хочется, чтобы все было мирно. Понимал сразу. Подскажите, как быть? Ну, 11 лет это уже период, да, подростковый. И здесь вообще начинается так называемый неадекват, да, у детей. И здесь может быть еще такой феномен, как псевдоглухота. То, что я не хочу слышать, я не слышу. Да, иной раз приходится повторять 10, 20, 30 раз. Поэтому я родителям, подросткам всегда говорю, ну, а теперь запасаемся ящиками с пустырником и валерьянкой, сохраняем терпение, сохраняем такт и понимаем, что крик – это не только деструкция, да, и усложнение этого периода, и удлинение его, это также еще ваши нервные клетки. А что же делать? Что же делать? Повторять 10 раз, повторять 15 раз, подходить к ребенку, брать его за руку, вести к этой кровати, которую он не заправил, и сказать, что, сынолечка, ну, сделай, пожалуйста, пока я тебя не убила. Но все это очень спокойным тоном, потому что в этот период дети реагируют не столько на наши слова, сколько на те эмоции, которые мы вкладываем в эти слова. И сказать, пока я тебя не убила мягким, добрым голосом, это будет наиболее эффективно. Во-первых, это разрядит обстановку. С одной стороны, вы ребенку сказали, что вы с ним готовы сделать, а с другой стороны, вы сумели совладать со своими эмоциями, и в данной позиции не опуститься на его уровень подростка, а остаться на своем уровне авторитетной мамы, которая осознает, что происходит и что с этим делать. То есть, опять же, я говорю про терпение и про способность 10, 15, 20 раз повторить своему ребенку одно и то же, не потому что что-то там, а только потому что ты его любишь. Подростковый период — это время, когда родителям, да, приходится пройти испытания, и чем больше вы любви генерируете к ребенку, тем проще вы пройдете. А еще хорошо вспомнить себя. Сколько раз нам самим, мамы, папы, дедушки и бабушки говорили, помой руки, умой лицо, забрав постель, и как ты это все откладывал на последний момент. Очень полезно вспоминать, кто я сам был в этом возрасте, и потом уже требовать от ребенка, как от взрослого, или все-таки как от ребенка решать родителей. Спасибо, Олеся, хороший совет. Мы действительно забываем, какими мы были сами, а вот от своих детей требуем, чтобы они с первого раза были послушными и все выполняли. Правильно? Вспомните сами родители, какими вы были. Мы продолжаем обсуждать тему воспитания детей с нашим гостем, которую я с удовольствием представляю. Это Татьяна Сергеевна Салащенко, преподаватель начальных классов Центра образования номер 11 города Черкеска. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Добрый день. Недавно вы стали победителем конкурса «Самый классный классный». Я вас поздравляю. Спасибо. Заслуженной наградой. Трудно было победить? Конечно. Достойные соперники. Самые лучшие из всей республики. Ну это региональный, да, конкурс? Да. Сначала был муниципальный, потом региональный. Ну в общем, домой вы пришли довольны, принесли с собой вот диплом, я вижу, ваш, да? Ну да. Ну тогда, Татьяна Сергеевна, будем отвечать на вопросы про классное руководство за всех-всех классных руководителей, потому что вопросов на самом деле у наших зрителей всегда много. Татьяна Сергеевна, давайте начнем сначала. Вот что такое сегодня классный руководитель и каковы задачи, которые он решает? Ну классный руководитель, это не просто учитель. Можно сказать, что это наставник, это друг, это щит когда-то в каких-то определенных ситуациях. Это человек, который создает благоприятные условия для развития личности ребенка на всех этапах роста любого ребенка. Ну а скажите, вот как вы считаете, когда-то, когда я училась в школе, все педагоги всегда были классными руководителями. Сегодня это так же, вот каждый педагог может стать классным руководителем? Или этот человек должен обладать какими-то особыми навыками, вот компетенциями? Ну конечно, любой учитель может быть классным руководителем. Если мы говорим о начальной школе, так не бывает, что предметы ведет один учитель, а классный руководитель другой. В старших классах немного по-другому. Но любой педагог, имеющий специальное профессиональное образование, конечно, может и работает классным руководителем. А вот скажите, как вы считаете, какими качествами должен обладать сегодня классный руководитель, чтобы его ученики уважали, любили, прислушивались к его мнению? Ну сегодня, конечно, другое поколение детей. Даже когда я начинала работать, они были другими. И учитель должен быть на, как сейчас модно говорить, на одной волне с детьми. Независимо, сколько тебе лет. Если дети играют, то и мы играем. Если они развиваются, то и мы вместе с ними учимся чему-то новому и узнаем что-то новое для себя. Делаем открытие. То есть мы идем рука об руку вместе с детьми. То есть, если я вас правильно поняла, мы знаем, что сейчас дети, подростки очень любят сидеть в телефонов, игры какие-то играть. И что вы тоже в игры играете? Ну иногда, чтобы достичь какой-то определенной цели, может быть и стоит поинтересоваться увлечениями ребенка. И чтобы понять, если вдруг возникла какая-то проблема, решить ее на самом деле. То иногда стоит и пройти какие-то уровни игры, чтобы понимать, чем живет и дышит твой ученик. Играли? Ну играла. Ну немного, честно скажу. В общем, такие понятия, как стендов, челлендж, это все для вас родные слова. Но они должны быть, потому что если мы будем разговаривать языком прошлого с сегодняшними детьми, то они, наверное, нас не поймут. Татьяна Сергеевна, а вот есть такое вот понятие, вот вы сами сказали, что дети разные, даже когда вы начинали работать. А какие сегодня школьники? Есть такое понятие, вот хороший ученик? Можете сказать, что вот у меня есть идеальные? Они все хорошие. Если говорить о моих учениках, они вообще все самые лучшие на свете. Это так для каждого учителя, как для каждой мамы. Потому что в каждом ребенке есть что-то, что может удивить, поразить и чему можно у него научиться. Поэтому каждый ребенок, он уникален. Он от природы наделен такими способностями. Их нужно просто развить, увидеть вовремя. И у вас получается вот это увидеть, развивать? Ну мы стараемся, мы стараемся. Ну а как же вы стараетесь? Если вот преподаватель сегодня, это же у него сколько видов отчетности, вот все педагоги на это жалуются, да? Что невозможно толком учить детей, потому что надо электронный журнал, такой журнал, отчеты, бесконечные конкурсы, бесконечные конкурсы. Детьми некогда заниматься. А когда вы тогда детьми занимаетесь, развиваете их? Ну, наверное, это трудно распределить свое рабочее время. Но если ты получаешь удовольствие от своей работы, то даже отчет ты будешь делать любя. Да? И всю остальную работу тоже. То есть вы хотите сказать, что при желании классный руководитель и любой педагог, который любит свою работу, он будет развивать в ребенке? Да. Ну, во-первых, у нас стоят цели и задачи определенные. Мы не просто мы должны многое дать ребенку, чтобы он, окончив школу, вышел тем гражданином страны, которого мы хотим из него увидеть. И поэтому, конечно, здесь уже нужно грамотно распределять свою работу для того, чтобы все успеть. Классную работу, вне классную вы проводите с детьми? Вот я помню свое время, когда нам классный руководитель говорил, что сегодня у нас, например, там какой-то урок отменяется, или вот не со классного часа мы идем на экскурсию, мы идем в музей, мы идем на природу. У нас был преподаватель географии, и вот он нам рассказывал, например, там про породы какие-то, камни и там что-то такое интересное. У вас есть возможность сегодня с детьми проводить неклассные мероприятия? Конечно. Система образования сегодняшней современной России очень много возможностей предоставляет для развития детей вне школы. Это и внеурочная деятельность, и разговоры о важном, и профориентация в старших классах. То есть есть масса ниш, которые при желании можно заполнить всеми своими фантазиями и мыслями, которые, да, и в том числе и экскурсии, и реализация дополнительных программ. То есть сейчас новые стандарты федеральные образовательные позволяют это делать. То есть на экскурсии ходите здесь? Конечно. Вот недавно были в музей МВД. Музей МВД? Попали как раз в их день рождения. А, в их праздник профессиональный. Ну да, они открывались накануне, и мы не знали, просто попали. Хотя дети, некоторые, кто посещает летние оздоровительные лагеря, пришкольные, они там бывают. Но всё равно каждый раз даже ты приходишь, где был взрослый ребёнок, всё равно тебе интересно. Ты что-то новое всё равно для себя видишь. Были недавно, конечно, и в кинотеатре. Детям понравилось? Да, да, конечно. Всё новое, смена обстановки всегда воодушевляет. Татьяна Сергеевна, а вот хочу задать вам такой вопрос. Мы иногда с одним ребёнком не знаем, как справиться, там, с двумя-тремя. А у вас целый класс. Как вы ими управляете? Вот они же вас слушаются. Вы для этого учились специально, психологию, может быть, изучали? Или это приходит с опытом? Нет, конечно, определённые знания нам даются, начиная с колледжа, училищ, институтов. И методику, и психологию возрастную мы учим, и педагогику. Многое, конечно, приходит с опытом работы. Тем более дети меняются, и ты должен изменяться. Нет, нельзя сказать, что в школе только все сидят ровно за партой, ручки сложив, и молчат. Так не бывает. Болтают? Дети живые. Если он двигается, он кричит, он бегает, он живой. Это хорошо. Но, конечно, есть нормы, которым приходится призывать, и которые приходится соблюдать детям. Вот про нормы. Сталкиваемся мы сегодня с тем, что наши дети, даже начиная с младшего возраста, они очень хорошо знают свои права. Когда ты им говоришь, например, ну, вынеси мусор, там, помой посуду, они тебе могут ответить, не обязан, да, не обязана. Они хорошо знают свои права, но очень плохо знают свои обязанности. Между прочим, многие родители считают, что в этом отчасти виновата школа, потому что именно школа насаждает, говорит, ваши права, ваши права, ваши права. А в школе учат ли детей ответственности, говорят ли им про свои обязанности или только про права? Нет, конечно, обязанности есть, и мы всегда говорим детям, там, где заканчивается твоя свобода, начинается такая же свобода другого. И ты всегда должен уважать того, кто рядом. И если ты действия какие-то предпринимаешь, ты должен думать о их последствиях. Поэтому нет, конечно, мы призываем их к обязанностям, не только к правам. Но, к сожалению, есть дети в разных жизненных ситуациях, и им тоже это полезно знать, что есть права, есть телефоны доверия, есть службы, есть внутришкольные психологические службы. И, к счастью, во многих случаях успевают вовремя отреагировать нужной службой, чтобы помочь ребенку. Поэтому не говорить об этом мы не можем, конечно. Понятно, я понимаю, да. Татьяна Сергеевна, а скажите, с кем сегодня сложнее работать? С учениками или с их родителями? Ну, работа учителя – это всегда треугольник. Нельзя ученика отделить от родителя, потому что отношение к школе, к учителю, к личности учителя начинается в семье. Если дома он будет слышать, что требования, которые предъявил учитель, мама, может быть, не очень даже ей это понравится, или будет понятно, но она все-таки исполнит и скажет, ну, тебе сказали, значит, нужно сделать. Это будет совсем другое отношение и другая ситуация, чем когда ребенок придет, скажет, у меня в школе требуют, ну, все что угодно, рисунок, иллюстрацию нарисовать к рассказу. Мама скажет, не выдумывай, ложись спать, не будем ничего делать. Поэтому, конечно, мы работаем с семьей, мы работаем с ребенком, в содружестве бывают разные ситуации, но всегда диалог. Здесь должен быть диалог. Не монолог одного из сторон, одной из сторон, а диалог. Да, дефицит общения родителей с детьми – это одна из краеугольных проблем, говорят психологи, из которой вытекают все остальные последствия, которые мы видим сегодня. Ну что ж, наша беседа подошла к концу. В этом году мы подводим совсем скоро, подведем итоги года педагога и наставника. Заканчивается этот год. Татьяна Сергеевна, у вас есть возможность обратиться к родителям, к своим коллегам с какими-то пожеланиями? Этот год был насыщенный для нас всех педагогов и учителей. Мне хочется пожелать своим коллегам новых открытий, новых творений, новых высот, новых целей. Идти к ним не только в год педагога, а ежедневно, ежесекундно, во все свои рабочие будни. Спасибо, Татьяна Сергеевна, за участие, за ваши такие добрые слова. Вам тоже удачи. Спасибо. Понимающих родителей, понимающих учеников. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша программа закончена. Думаю, вам с нами было интересно. Всего доброго, хороших выходных, до новых встреч в эфире. Продолжение следует...